День защиты детей День защиты детей Которые случайно оказались там И могут нанести ущерб Не только физическому, но и Духовному здоровью наших детей Иными словами, право детских Загородных лагерей на самостоятельные Пляжи Ну и Детские товары Мы будем защищать права наших детей На то, чтобы наши дети Имели льготы на те товары Которые производители этих самых детских товаров Для них изготавливают Иначе получается ситуация Ну просто парадоксальная У нас сегодня отдельные виды Производства Отдельные виды товаров Имеют сниженный НДС От нуля до 10% Детские товары не имеют нулевой НДС Поэтому вчера я внесла Законопроект после того, как Ко мне обратились производители детских товаров Вчера они проводили здесь Свою сессию на площадке нашего комитета В Государственной Думе Руководители Ассоциации производителей детских товаров И они как раз просят сейчас Обнурить налог на добавленную стоимость На детские товары Но судите сами Один и тот же производитель Предположим, канцелярских товаров Крупнейший производитель у нас В Архангельской области Производит школьные тетради Школьная тетрадь 12 листов И 24 листа облагаются НДСом 10 процентов, а 48 листов уже 20 процентов Парадокс Поэтому мы считаем, что Если мы освобождаем уже отдельное производство От налога на добавленную стоимость Которая не имеет никакого отношения к детским товарам То уж сам Бог велел нам сегодня Обратиться к правительству с тем Чтобы обнулить НДС для, повторяя, детских товаров Детская вода 154 рубля Вода для взрослых 54 рубля Детская одежда Производить ее гораздо сложнее Поэтому, конечно, вот сегодня Мы стали на защиту детей И внесли этот законопроект От нашей фракции Коммунистической партии Российской Федерации Если говорить более подробно О том, что сегодня во втором чтении Мы возвращаемся к законопроекту О запрете пропаганды Нетрадиционных семейных ценностей И о поправках ОАП В Кодекс административных правонарушениях То скажу свое мнение К сожалению, не была поддержана моя поправка То, что касается законов о средствах массовой информации Не была поддержана поправка о том, чтобы кроме запрета Запрета на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений Еще и запретить Запретить или наказывать тех, кто запрещает пропаганду традиционных семейных отношений К сожалению, Комитет по информационной политике Это не поддержал, а я считаю крайне важно А что мы предложим взамен? Что предложим мы сегодня взамен? И для этого мы должны, конечно, понимать Чтобы и предъявлять свои требования К Министерству культуры К прокатчикам, к заказчикам К производителям киноиндустрии Мы, конечно, должны понимать И они, точнее, должны понимать На что называется социальный и культурный заказ Ну, а кроме того К сожалению, не была поддержана Комитетом Павла Владимировича Крахшенинникова Моя поправка в Уголовный кодекс Парадоксальная ситуация В 2015 году, когда вносились поправки Самим же Павлом Владимировичем В процессальный кодекс и в Уголовный кодекс О том, что поправки в Уголовный кодекс Сносятся только самостоятельным законом Вот на внесение всего этого Потребовался всего один день За один день закон был принят в трех чтениях Я сегодня буду обращаться к Павлу Владимировичу Не пора ли нам все-таки Отменить самими Депутатами Проголосованный законопроект Который запрещает нам Вносить поправки в Уголовный кодекс Это, повторяю, можно делать только самостоятельным законом В любом случае, понимаете Вот та проблема Которую мы пытаемся сейчас улегмурировать Только с помощью административных штрафов Какими бы строгими ни были эти штрафы Они абсолютно посильны для той сети Которая создана сегодня Производителями этой самой и порно-продукции Поэтому для нас чрезвычайно важно Когда люди, которые единожды уже получили административное наказание Понимали бы, что уголовное наказание неотвратимо То есть речь идет не о том, чтобы сразу было уголовное наказание Сроком до пяти лет А о том, что если в течение года они были подвержены уже административному штрафу То следующим наказанием будет уголовное Поверьте, что это, конечно, может тяжело сказаться на их карьере В любом случае, мы эту поправку, хоть она и отклонена Будем вносить на обсуждение И я все-таки надеюсь на поддержку депутатского корпуса Вчера в Государственной Думе во втором чтении Был рассмотрен и принят бюджет Российской Федерации На 2023 и последующие года К сожалению, практически все поправки, внесенные депутатами фракции КПРФ Были отклонены парламентским большинством и комитетом по бюджету Между тем, эти поправки имели принципиальный характер Они были направлены на существенное изменение отношений ко многим отраслям И сельского хозяйства, и промышленности, и лесного хозяйства Образования, здравоохранения и многих других направлений Которые сегодня испытывают крайний дефицит финансирования Которые сегодня действительно проседают И в которые необходимо вкладывать существенно больше ресурсов Для того, чтобы мы не потеряли некоторые отрасли Что, например, я имею в виду? Например, лесная отрасль Сегодня испытывает крайний дефицит финансирования Сегодня в отрасли людей идет мало Потому что зарплаты крайне низкие Лесники, лесоустроители и так далее 20-30 тысяч рублей Ну, какая молодежь пойдет, как говорится, работать в это направление Мы можем просто потерять эту часть нашего хозяйства В общем, такая же ситуация и с гидрометеорологической службой Мы можем в ближайшие годы уже утратить большое количество наших метеостанций Потому что сокращается финансирование на это направление Сокращается поддержка государства А это, вы сами понимаете, это навигация, аэронавигация, военная часть и так далее То есть то, что создавалось годами еще в советское время Мы сегодня можем просто потерять С моей точки зрения, одной из принципиальных поправок Было предложение о решении вопроса с переселением людей Из районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий Дело в том, что еще в 2009 году, будучи заместителем министра финансов Антон Силуанов говорил здесь, в Государственной Думе О том, что публично-правовые обязательства Российской Федерации Связаны с переселением людей, которые долго трудились и отдали долг В нашей стране и работали в районах Крайнего Севера Должны быть исполнены в течение ближайших 5-7 лет И для этого должны быть обеспечены соответствующие бюджетные финансирования Из федерального бюджета Однако с тех пор прошло почти 14 лет А вот, что называется, и ныне там И некоторые люди стоят в очереди на переселение более 40 лет То есть сегодня уже даже такая горькая шутка есть Что давайте примем закон, который позволяет передавать эту очередь Внукам, правнукам и так далее Потому что при этом поколении дождаться переселения из районов Крайнего Севера невозможно Я хочу обратить ваше внимание, что на сегодняшний момент порядка 170 тысяч семей Стоят в очереди на переселение Из них 44, порядка 44 тысяч изъявили желание переселиться из районов Крайнего Севера В следующем, в 2023 году В том числе порядка 5,5 тысяч из представляемой в Государственной Думе Республики Коми Для того, чтобы обеспечить вот эти вот планы Необходимо, в том числе, по мнению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, порядка 80 миллиардов рублей в год Это серьезные действительно суммы, но это обязательства нашего государства Сегодня внесено в бюджет и поддержано фактически парламентским большинством 4,5 миллиарда рублей в год, то есть за 3 года 13,5 миллиардов При таком уровне финансирования мы переселим, дай бог, чтобы 1300-1500 семей в год Большое количество людей так и не смогут выехать Поэтому наше предложение принципиальное Обеспечить уровень финансирования достаточный для реализации данной программы К сожалению, как многие из этих поправок, так и многие другие Повторюсь, не были поддержаны парламентским большинством Однако, несмотря на такую неконструктивную позицию Единой России и других представителей парламентских партий Мы все равно продолжим работу для того, чтобы реализовать все наши программные предложения В интересах большинства граждан Российской Федерации Сегодняшнее заседание Думы начнется с правительственного часа И не секрет для вас, что отчитывается перед нами министр здравоохранения Мурашко Но предварительно была встреча со всеми фракциями в Государственной Думе К сожалению, судя по ответам на вопросы, которые мы направляли министру заранее И судя по тому отчету, который он представил нам на фракции Ни тревога наша не услышана Ни понимание того, что до более половины процентов нашего российского населения Не удовлетворены, мягко говоря, состоянием здравоохранения И доступностью этого самого здравоохранения Вот я представляю здесь регион, который называется Оренбургская область Только что слышала, как говорил Сергей Михайлович Миронов О том, что, по сути дела, надо закрывать программу «Земский доктор» Понимаете, напрасная трата денег Мы вот и Республика, и Коми поддержали все мои коллеги Да, деньги есть, деньги берут, миллион отдельно, доктор отдельно, а больные отдельно То есть этот доктор на селе не задерживается Он возвращается в большой город, идет в коммерческую медицину Но при этом миллион уже ушел из бюджета Конечно, гораздо рациональнее потратить было бы эти деньги на то же самое сельское здравоохранение На то, чтобы создать ФАПы там, где живут наши люди Маленький район, Первомайский, в Оренбургской области Приезжаю, полный ДК собрался Выступает бывший федеральный судья Которая честно сказала, что Нина Александровна здесь не живут, а доживают Почему? Потому что отсутствует здесь роддом Но даже доживающие люди не имеют возможности похоронить своих родственников Ведь до чего дошло в отсутствие патолога-анатома Люди вынуждены ехать за 130 километров На своих легковых автомобилях, где впереди сидят они А на заднем сиденье они везут труп Возвращаются обратно, а на месте бывшего морга Бюро ритуальных услуг платное Надо платить 65 тысяч рублей, чтобы похоронить А пенсия 12 тысяч рублей Поэтому, конечно, слушайте, нет детского стоматолога Нет педиатра в районе Ближайшая больница 130 километров, но при этом нет среднего медперсонала В районной поликлинике нет среднего медперсонала Поэтому сегодня, конечно, мы ставим это в министерство двойку Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok